И всем доброе утро! Как у вас дела? У нас замечательно! С самого утра пришел курьер и принес корейские вкусняшки. Сейчас я вам покажу. Здесь я подогреваю плов. Да, с утра у нас будет плов. Ну, не у меня, это Серж Санатонов будет плов есть. Они любят жареный на сковороде. В общем, короче, Серж заказал еще корейских вкусняшек, так как Вика прилетела из Кореи. Но эти вкусняшки, они этнических корейцев. То есть южные корейцы такой не едят. Поэтому они для нас... Они чуть похожи, но не такой. Да, они для нас очень вкусные, поэтому мы заказали. Плюс Антон приехал и привезли прям горяченькие, с пылу с жару, вот такой вот мягкий. Это чартаги, очень такой классный. Чемпеньки, это рисовые лепешки. Я говорю, сейчас прям будем есть. Да, помешай. С утра, наверное, запарили. Да, сейчас я вот это дам маме. И она сейчас нарежет тогда раз, пока ты сидишь. И вот сюда вот этот насыпешь. И все. В общем, сейчас покушаем. Что дать? Глубокую. Сразу туда? Ну, это неудобно будет. Почему? Удобно сюда чуть-чуть вот это и сверху. В общем, и еще взяли чак-чак. Он идет с изюмом, с орешками. Очень вкусный. И еще с лунжутом. В этот раз сделали красивый, квадратный. В прошлый раз прям из тазика как будто бы был. Но все равно был вкусный. Вот сейчас попробую его нарезать. А здесь еще рисовые лепешки. Еще одна порция. Мы взяли их 20 штук. Поэтому послежат здесь. А вот и проснулся Антон. Он сказал его разбудить. Мы, собственно, его разбудили. Что такое? А вот и я проснулся. Антон проснулся. Мы завтракаем. Ну что, а как тебе вкусняшки-то корейские? Соскучилась? Антон, ты попробовал? Вкусно? Свежие. Свежие. Из пылы, с жару. Прям вообще тепленькие еще. Тепленькие. Вот это очень вкусный хлеб. Хлеб рисовый. А сейчас все-таки нужно нарезать на чар-чак. Я здесь просто подогреваю колбаски. Колбаски вот эти ешьте. Они очень-очень вкусные. А вот такие я. И мы сейчас едем. Всем привет. Еще раз. Короче, мы позавтракали, собрались. Сейчас едем. Мчим. Что у меня здесь свет там? Сейчас мчим посмотреть коттедж и заплатить за него собственно, чтобы завтра мы могли приехать и было все замечательно, все круто. Я вчера вечером сделала маникюр. Сейчас, кстати, при дневном свете я вам его покажу. Сейчас у меня, ну вот, что вы видели. Посмотрите, как красиво блестят просто. Ну, я вам еще поближе, конечно же, покажу. Но вот сейчас просто показываю так. Антон здесь, Вика здесь, дети остались. У Леры должен быть корейский, но его что-то нет. Мы вот так вот сидим. Либо вы выросли, либо машину пора менять на более большую. Что-то как-то все тесняком едем. Мы с Сержем все мечтаем купить огромную-огромную машину, чтобы все нормально вмещались. Причем это Серж говорит. Надо большую-огромную машину, чтобы было минимум 7-8 мест. А сколько бывает? 7. А почему 8 не бывает? Тогда это минимум уже и уже не бывает. Ну да. Короче, мы едем в город Чехов. Это где-то здесь должно быть недалеко. По навигатору пишет, что мы еще будем ехать 25 минут, и мы уже едем где-то минут 20, наверное. Сегодня очень тепло, 2 градуса за бортом. Вот, посмотрите, снег весь тает. Но зато дороги более-менее стали хорошие. Вчера Серж весь день провел в дороге. И забуксовал во дворе в Москве. Все, мы уже все посмотрели, всем все понравилось. Тебе понравилось, Серж? Да. Вы что скажете? Да супер, мне очень понравилось, я не хочу такой люс. А ты тут? Я бы не хотел бы там. Да, он говорит, он квартиру любит. Не, я имею в виду вот в таком месте. Ну, далеко, да, если бы в городе. А они так и находятся в загородном поселке? Ну да, да, это поселок такой, чтобы вы понимали, Московская область. Чехов это Московская область? Да. Да? Да. А ты? Ехали минут 20. Ну да, минут 20. Ну, я не знаю, блин, мне просто люди пишут, что то, что находится не на Красной площади, это уже не Москва. И не Орбов. И не область. Все, что за пределами Красной площади, это уже деревня. Ну, на самом деле, мы ехали вообще, быстро приехали. Я думала, что мы долго будем ехать, а мы освободились даже раньше, на час-полтора. Мы уже приехали домой. Антон взял Мориса к себе на ручке. Каролина ему помогла взять. Морик. Ага, Каролина покажет. Морик золоторик. Открыла ему тик-ток. Морик золоторик. Хорошо он себя чувствует прям вообще. Что, тебе нравится? Какой-то необычный, да, зверь? Масказин. Да. Ага. Он прикольный, особенно его хохолочек. Я хочу его покормить. Давай, неси вкусняшку ему. Так-то, конечно, он может и написать, и накакать. Имеет в виду. Я пошла, помыла голову, хотела видео снимать с Антоном, но Антон уснул, поэтому я сейчас собрала волосы, пришла на кухню и начну делать салатик на завтра. В общем, нам нужно будет сделать заготовки сейчас у вас вечера, потому что завтра с утра мы выдвинемся, и времени делать этого не будет. А я хочу завтра тоже отдохнуть. То есть не просто целый день готовить и убирать, а тоже отдохнуть. Поэтому сейчас я отварю овощи, плюс вечером с Антоном мы замаринуем мясо. Серж уехал только что, чтобы купить тортик, купить салаты еще корейские готовые. Кстати, мы вот эти вот корейские вкусняшки, которые я сегодня показывала, вот эти рисовые лепешки уже съели, потому что, во-первых, они завтра, наверное, уже будут твердые, поэтому мы решили сразу их съесть. Здесь еще, кстати, есть, но как бы решили их не брать, потому что мы пока будем ехать туда-сюда, они все равно все затвердеют. Но возьмем сладости. Серж сейчас купит еще тортик, так что еды будет предостаточно. А если что, всегда есть доставки. Так что замечательно. По поводу посуды, кстати, хозяйка сказала, что лучше брать одноразовую. И не зря. Мы купили тогда одноразовую посуду. В интернете нашла какой-то способ отваривать свеклу в микроволновке за 20 минут, типа она будет готова. Не знаю, насколько это будет действенно. Я не очень люблю микроволновку использовать, потому что я ее боюсь. Поэтому я просто в кипящую воду уже засуну свеклу, а потом нужно в ледяную воду, и тогда, типа, она сварится быстрее. Я начистила картошки. Сейчас я ее запакую и уберу. А здесь у меня готовится свекла. Я ее уже почищенную сразу отвариваю, чтобы удобно было потом на терочке натереть и все. И мне так нравится такой насыщенный вот этот вот цвет воды, когда отваривается свекла. Позвонил Серж, говорит, нашел какие-то торты. Ну, внешне, конечно, мне не очень понравились, но нужно попробовать в любом случае, чтобы знать, вкусные они или нет. Только путем проб и ошибок. Поэтому он, наверное, сейчас возьмет один торт и один рулет. Рулет мы сейчас съедим вечером, попьем чай, а торт на завтра. Посмотрим, если будет вкусно, это будет хорошо. То есть не обязательно, чтобы был красивый торт. Самое главное, чтобы он был вкусный. Но если он будет невкусный, это будет, конечно, трэш. Так, я уже нашинковала свеклу, добавила чеснок. Сейчас орешки, значит, промолочу или как. Короче, я их расспрошу, сейчас добавлю сюда и заправлю майонезом. Это сразу очень вкусный, очень простой. По-моему, он называется королевский. Короче, попробуйте, легко делается. И зато, вы знаете, всем нравится. Что самое интересное, казалось бы, да? Ничего особенного, а все налегают на него. Вот и все. Просто в салаты пробила. И все готово. Рыжки. Лайфас тоже. Раньше я не знала, как так делать. Вот и все готово. Кстати, этот салат очень вкусный, когда немножко постоит. Тогда вот все пропитается. Попробуйте, кстати, тоже сделать дома. Буду сейчас начищать лук. Правда, я не знаю, сколько нужно конкретно для того, чтобы замариновать шашлык. Но, наверное, почищу вот эти вот большие луковицы, штучки 4. Думаю, хватит. То есть, что с тобой возьмем и там дочистим. Проблем с этим вообще никакие. Настолько большие луковицы я еще никогда не чистила. Это просто какой-то капец. Вот эта вот луковица раздвоилась. Ну, посмотрите, она какая огромная. Я в шоке. Вот, смотрите, короче, начистила я. Сейчас Антон проснется, будем мясо резать. Приедет. Каролина уже такая большая стала. Она сейчас снимала тик-токи. В общем, а я здесь лук режу. Антон проснулся, сейчас будем мы мариновать. И, соответственно, нужно подготовить лук. В общем, вот. Вот это я положила в пакет, чтобы места мало занимало. И сейчас порежу сюда. Антон сказал, что нужно вот где-то столько, чтобы весь. Это все мясо, короче, замариновать. Давай, садись, зайка, кушай. Садись, садись, садись. Не надо стоять. Серж приехал, вы представляете. А что это? Короче, он принес тортик вот такой. Еще чумчизель. Ну, было бы он сейчас здесь. Здесь он везет. А это что? А это хель. Ну, это доедка, когда больше тысячи берешь. Короче, вот такой торт. Ну, завтра посмотрите. И завтра расскажем вам о его укусе. Да, я ему на балконе проявляю. Да, это все вынесет. Что, сейчас будем распаковывать? Что это? Это залазите. Сейчас я покажу сначала. Как будто Новый год, знаете? На Новый год так это все. Да, вот на день рождения там не отвечали. Мы тоже? Без повода это. Рыба-хе. По-моему, это судак. Короче, здесь килограммчик. И еще грибочки, шитаки. Грибочки, да, вот такие вот. Этот я готов кушать. Этот мне дали не с обисом сюда. Этот я торт купил и туда дали с обисом. В смысле, они еще в салате херачат? Да. В смысле? В смысле, торт, да? В смысле, тортами херачат. Нет, кто тебе с обисом что дал? Я торт купил, и мне вот этот дали. Салаты ему дали. А что это такое вообще? Чим-чуй. Это чим-чуй. А, это чим-чи, отлично. Его я заберем. Я этого рву и заберем. У нас это... Но он не резаный. Он замер. Он не резанный. Это тоже замер. Тоже замер? Да. Ну, Сергей кушает. Чим-чуй. Его что, нарезать? У нас и нам нарезать. Ты мне кушать наберешь? Давай, раздевайся. И вот этот рулетик, это билетовый рулет, нет? Она не заберет. На сказку покушу. Короче, Сергей купил вот такой. Вика знает, что Сергей такой любит. Торт, ну, рулет. Я таких уже тысячу лет не ела. Это не меренговый. Я хочу все попробовать. Еще ни разу не пробовала. Все его так валят. Но не вот этот меренговый. И сейчас как раз чайок попьем. Достаточно симпатично выглядит. Раньше мы же чай-то хлеб покупали. Да. Раньше ты не видел так, что там салатик. Это тоже они делают, да, в салате? Нет, салаты покупаются в одном месте. И у них Сергей узнал, что делают корейцы из Ташкента торты. Торты. И она спрашивает, вам какой торт нужен? Сергей мне звонил и говорит, нам какой торт нужен? Я говорю, киевский, как на Курюкете. А я... Надеюсь, это не снимала ты? Снимала. Надеюсь, это вырежется? Нет. Нет. Ну, короче, он позвонил, съездил туда. Я не знаю, где это находится. И посмотрел, они торт продают. Видимо, помимо тортов, они еще и делают тоже салаты. Просто они, видимо, делают разные салаты, чтобы не конкурировать. А насчет торты, тортов. Сейчас только хочет, так и говорят. Вот, я смотрю, ведущий говорит, ихние правила. Как так можно говорить, ихние правила? Это одень шубу. Ну, короче, в общем, закупились торты. Кстати, не сказать, что дешевые. То есть, вот этот маленький тортик полторы косаря стоит, а вот этот 500 рублей рулит стоит. Средняя цена, скажем так. Просто, когда мы тогда купили торт за 1600, что ли, мне писали, о, очень дорого. Ну, то есть, типа, дорого. Ну, если, допустим, брать торты в магазине, типа, магнит там и так далее, мне уже вообще не нравится, потому что фигня там продается. Вот как выглядит. Ну, видно, что свеженький. По-моему, он творожный, что ли. Слушайте, прикольно. Сейчас нужно попробовать его. Я отрезала Сержу вот этот кусочек рулета, попробовала его крем, и мне нравится. Он творожный? Ты не против, если я твой кусок попробую? Конечно, я против. А я все равно. Я даже возмущу. А ты как так понял? А, нормально поставил. Что? А я думаю, он упадет. Слушай, мне нравится. Видно, что свеженький. Бисквитик такой неплохой. Очень вкусно творожный. Вот я как говорила, торты, которые снаружи не зрачные, они, как правило, вкусные, да? Не зря ты взял, не зря. Сечешь. Ты куда? А, конечно, а что это будем делать? Вот сейчас прям будем. Тогда Антон уже поедет, а тогда ты уже нарежешь, да? А как заправим? Нет. Он сейчас поедет, приедет, и мы начнем все вместе резать. Ну, давай так. Да. Как тебе торт? Вкусный. Вкусный. Тебе же тоже понравился торт, а я все перепутала. Оказывается, это просто в одном и том же месте. И корейский салат, и торты продаются. Да? А я подумала, разные места просто, понял? Короче, сейчас Вика ходила там, я не знаю, куда-то ходила, то ли в аптеку, то ли еще куда, да, и принесла с почтового ящика, посылочку пришла ко мне. Я только собиралась уже спор открывать, я вообще уже написала продавцу, я уже истек, уже, типа, короче, там на лишке написано, кого-то я уже получила посылку, представляете? И это было неделю назад. Посылку принесли только сегодня. И вообще, как они могли поставить, что получила? Ну, такое уже не первый раз, кстати, что показывают, что посылка почты, типа, получена на почте. У Вики тоже было. Она заказывала два чехла, как раз, когда она уже улетала, навсегда в Корею жить. И этот, я говорю, а как получено? Говорю, мы не получали. Причем получено на каком-то другом отделении почты за 33 километра отсюда, где я вообще никогда не была. Причем, это такой вот чехол я взяла, чтобы, ну, вот так вот использовать его, чтобы было удобно. Сейчас посмотрим, как он будет. Стоил где-то 300 рублей. Ну, вот этот, который я покупала за полторы или за 1200, уже не помню. Он хороший, он мне нравится. Классный. Я его буду использовать. Ну, конечно же, я пригрозила продавцу, что я, типа, буду открывать спор. Но чехол пришел. Если он сейчас будет нормальный, то я спор, конечно же, открывать не буду. Но если он будет некачественный, то придется открыть спор. Хотя, по факту, они доставили. Спор может даже и не решить этот вопрос. Ну, вот хорошо вот не садится, не идеально. Ну, по крайней мере, кнопки вроде нажимаются хорошо. И вот такой вот чехольчик теперь у меня есть. Как вам? Ой, здесь такие яркие кнопочки. Как тебе? Прикольно. Прикольно? Да, силиконка. Ну, он как бы силиконовый, такой софт-тач. А я, кстати, не показывала вам маникюр свой. Вот, такой вот маникюр я сделала. Или я показывала его. Кошачий глаз. Как тебе? Ну, немножко так, знаешь, как будто режет пластик. Ну, не пластик, а вот этот. Ну, да, он не такой обтекаемый. Да, да, да. А это вместо подсокета. Да, да, да. А он может подсокет? Не, по-другому состоять. Может. И вот так вот? Да. Наконец-то мы начали резать мясо. Время уже 5 минут оденствовало. В общем, смотрите, какое оно прям хорошее. Ну, хорошее место мы взяли. Вот так вот оно выглядит. Антон прям такие добротненькие кусочки делает. Режет как профессионал. Но Антон хорошо шашлык делает. Единственная подстава. У нас нет кориандра в семенах. А без него будет невкусно. Поэтому завтра придется его найти. А это, Антон? Это ножик, ты полотен. А его можно кориандр добавить? А там большой есть, Антон, и я за что. Непосредственно. Непосредственно, я имею в виду. Ну, запятан с него закину, и все нормально. Пакет потом положим, да? Да, чтобы место, да, не занималась? Смотрите-ка, кто пришел. Здравствуйте. Я же здесь уже начал разделывать другое мясо. Антон мнет лук и свининку. У нас уже все идет полным ходом. Вот этот лук, я надеюсь, пригодится? Ну да, если что, вытянешь. Пригодится, если что, вытянешь. Что, папа поел? Нормально все? Да, все отлично, замечательно. Это у нас что за мясо? Это у нас мясо свежее. А какой это? Буран-то? А какой нужно? Такой. Человечина. А ну? Вика сидит здесь. Мне нужно сейчас сделать томатный соус к шашлыку делать. Именно из томата? Ну да, вот такой узбекский соус. Нет, давай томатный соус из яблок. Просто делать там с добавлением кетчупа и так далее. Ну такой я не делаю. С какого хрена вообще? Мусыги. Зачем они наших детей фоткуют без спроса? Я так подумала. А кто? А ей нельзя там делать без спроса. Кто фоткут? Ну вообще вот в этих парках различные написания нас фоткуют. Просто у меня есть написание себе стоимость 15 рублей, 45 рублей. А, вот это зря они написали. Что такое? Что такое? Ну мы уже практически все сделали. Я сейчас нарежу корейский вот этот хлеб чартаги. Я не попробую. Ты хочешь? Ну, да. Так ты же такой говоришь не ешь. Ну я, конечно, тебе дам. Вот. И сделала шашлычный соус такой томатный с чесночком, с зеленью. А Сеш что-то захотел кушать, поэтому он сейчас себе приготовит рамен. Рамен паснет. Ага. Рамен покушает, и потом мы будем спать уже. Я, правда, сейчас пойду еще монтировать видео, сидеть за компьютером, а потом уже пойду спать. Так что заканчиваю на этом влог. Обязательно ставьте пальчик вверх. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. И всем пока-пока. Нет, еще я хотела спросить. Да. Ты меня гломал. Когда вы последний раз ели шашлык, готовили, любите ли вы вообще такое или же нет? Потому что я знаю, что люди делятся на два типа. Те, кто не любят вот это вот все, и те, кто любят. Я раз в год люблю, но не чаще. И еще есть люди, которые любят кушать, но не любят делать. Да, ты кто, кстати? Ты любишь кушать. И не люблю делать. Да. А я, кстати, могу делать, организовать что-то. Это причем... По моей части. Да, это вот по моей части. А убирать я ненавижу. Поэтому я все это делаю. Подписывайтесь на Викинг канал, ссылка будет внизу в описании. Увидимся с вами уже в новом влоге. Всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok